Приветствую тебя мой уважаемый зритель на канале о путешествиях по горным рекам Сибири. Предлагаю к просмотру видео с водометной экспедицией по алтайской реке Кокса. Сегодня нам предстоит пройти верхний участок этой красивой реки, а также ее истоки Хайдун и Ночная. Кокса в переводе с алтайского «синяя вода». Это крупнейший левый приток Катуни. В реке обитает Таймени Хариус. Именно для ловли Хариуса мы и отправляемся на Коксу. Приятного просмотра! Доброе утро ребят! Очередная поездка и очередной косяк Прокололи колесо. Второй прокол на резине Вранглер Дюратрек. Решили поехать короткой дорогой через Солонешное. И как-то получилось так неудачно. Ночью по гравийной дороге смотрю заморгала лампочка падения давления в правой задней шине. Ну что, через полминуты она спустила наглухо. Остановились, поставили банан или докатку Лена у меня называется. Время полдевятого, а мы только в Усть-Кане. Хотя в это время мы должны уже были быть на реке. Ну, в общем, шеремонтаж начинает работать с девяти часов. Сейчас без двадцати девять. Мы заняли очередь на случай, если кто-то приедет. Сейчас зальем баки, поменяем колесо и попрем дальше. Ну, в общем, колесо нам сделали. Мы бы его сами заклеили, но в ремкомплекте клей высох. Жгутики остались целые и все, а клей высох. Поэтому пришлось ставить докатку и пилить сюда. Часа два потеряли времени. Ну ничего, мы едем по сути на две ночевки на три дня. Мы свою рыбу поймаем всегда. Спасибо, берем все. Все, колесо сделали нам за 500 рублей. Немного отстаем от графика, ну и едем дальше. Последние выходные лета 2019 года. С одной стороны, открытие охоты. Многие охотники собираются и едут на эти выходные на утку. Но поскольку мы с Димой не охотники, а рыбаки и путешественники и водометчики, было принято решение отправиться на реку, на которой я был три раза до этого, но в среднем течении. Сейчас мы едем на верхнее течение этой реки. Соответственно, в планах у нас пройти участок, который до сих пор нам пройти не удалось. Ну просто мы не ездили туда. Река эта называется Кокса. Это левый приток реки Катунь. Из левых это точно самый крупнейший приток. Ну если взять все притоки реки Катунь, то я думаю где-то на третьем месте, наверное, по объему воды река Кокса занимает. Потому что это достаточно большая речка и длинная. Едем мы на две ночи, запаслись бензином в надежде замечательно провести время, поймать все-таки рыбки, пожарить ее, покоптить, как обычно мы это делаем, если ловим. Ну и просто уединиться с природой в эти последние теплые летние деньки. Ну вот он, ребятки, весь Черыш. Так он выглядит здесь, в Усканском районе. Небольшой ручеек. Давно уже смотришь на реки не как просто на реку, а всегда его оцениваешь с точки зрения прохождения. Можно пройти, нельзя, там, не знаю, перекаты, пороги, уровень воды. Раньше смотрел с точки зрения рыбалки, а сейчас смотришь с точки зрения прохождения на водометной лодке. Похоже даже коровы нас узнают. Смотрят так на прицеп. Вот эта гора, говорят, вся в пещерах. Кокса действительно достаточно большая река, длиною 131 километр. Площадь водосборного бассейна 5600 квадратных километров. А средний годовой расход воды 84 кубических метров в секунду. Здесь погранзона оказывается. Нас сейчас остановил наряд пограничников. Проверили наши документы. Сказали, обязательно нужно заехать на заставу, зарегистрироваться. И только потом идти там на лодке вверх. Ну, докуда можно без регистрации, так никто ничего нам и не объяснил. Я так понимаю, что находиться здесь можно только по разрешению. Ребят, мы приехали на погранпост. Сейчас будем оформлять пропуска. Благо у нас паспорта с собой есть. Да, Дим? Да, паспорта есть, все нормально. Сейчас вам зарегистрируемся и положим. Так, вот она база, мы сворачиваем с основной дороги. Александр сказал, подъезжайте к моему катеру и спускайте лодку там. На самом берегу реки есть прекрасное эко поместье «Фамилия», которое принадлежит моему знакомому Александру Черепанову. В верхнем течении это практически единственное место, где можно с комфортом провести несколько незабываемых дней. Порелаксировать или порыбачить. А при желании отправиться на многочисленные экскурсии. В том числе на конях, квадроциклах или на водометной лодке. В общем, Александр предложил нам спустить лодку именно здесь. От ночлега мы отказались. А вот машину оставим. Под присмотром оно спокойнее. Для тех, кто планирует отдых на Алтае, в описании к видео я оставил номер телефона базы. Вот такая река Кокса. Красивая. Вода прозрачная. Воды много. Спокойная. А это наши сборы. Продолжаются. Ну все, лодка загружена. Начался дождик. Мы ждем Александра, поэтому залезли под прицеп. Или в прицеп, даже сказать. Дружок. А у него водозаборник-то маленький. Средней серии, или так кажется, металлический. Водометный катер видел. Что, не столкнешь? Нагрузили, да? Эх, ну ты маленько нос отталкивает, он заскочет. Все, мы на речке Кокса. Загрузив все необходимое для автономной жизни и рыбалки в лодку, отправляемся вверх. Сегодня предстоит пройти всего порядка 40 километров. По новому для нас участку реки. Лагерь планируем ставить вместе слияние рек Хайдун и Ночная. Поскольку расстояние небольшое, а река спокойная, торопиться смысла нет. Будем останавливаться и рыбачить в перспективных местах. К вечеру доберемся до места, установим палатки, переночуем. А завтра посвятим весь день поиску и ловле Хариуса на реке Хайдун и Ночная. Так мы думали, отправляясь в это путешествие. Первая остановка, подняли двигатель, перекусили и решили кинуть пару раз. Как хорошо стучит здесь по камушкам. Галька мелкая. Пойду попробую повыше, чуть-чуть повыше. Там хорошая ямочка на вид, по крайней мере. Видно, что вода падает. Попробую вот здесь. Тишина. Начался дождь, а дождь сопровождается еще и ветром. Так вот это выглядит вперед, куда нам нужно идти. Поднимаемся, временами останавливаемся, рыбачим, пока не было ни одной поклевки. Непонятная ситуация, если честно. У меня выше поплавка привязана сухая мушка. На нее не было ни одного выхода. Остановились на второй из ямок. На первой были люди. Решили покидать здесь, но пока тоже тишина. Грузило простукивает все дно. Все чувствуется замечательно. Но нет поклевок. Добрый вечер. Еще есть что ли сюда? Плывем, плывем от самого тюгурюка. Ни одной поклевки не видели. Стояла рыба, плевала. На что берет? Там мормушки, ножки. То есть, ножки то ли плавятся, плавятся. Ножки поставят, то вылавливают. А мормушка какого цвета? Голоски здесь. Можно глянуть? Это вот на эти клюет что ли? Вот на эту оранжевую? И вот на эту? На плетеночку, да? Именно вот на маленький, да? А мы уже думали то ли рыбы тут нету, то ли что. Милка тоже не на плеси хорошо плавились, плевали. А вот тут кто они? А вот он пришел, кидал, 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 нету ничего. Поэтому что я залез, кидал, кидал, кидал. Кидал, 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 кидал. На них ловил. А этот вот сквечер подцепил. И, соответственно, тоже подцепил, а не ловился. На нижнюю не ловил, а не с чарной шутка. Сегодня на нее заломил форшок и таскал. А потом пристеры клевать. Ну хорошо, это сколько штук? Ну, конистер на ловил. Ну да, резок мелкий, но есть. Погода меняется или что? Погода. Старался, но на плеси хорошо плавает. И сегодня я сейчас сквечер хочу пойти попробовать еще раз. Поверху? Ну вот, выше. Нет, я имею в виду, бралась поверху или на мормышку? И мормышку брали, и... Короче, мормышки нужны маленькие, да? И не вот таких непонятных цветов. Здесь такая мормышка идет. В том месте. В золоме они брались, брались, перестали браться. Все же брались, хорошо же ловились. Перестали ловиться. А там дырку расчистил. А-а-а. Раздавал. А я расчистил. Сделал. Без поплака, без всего ведешь. На живую брались. Секарашку на нос живую. На живую просто убрались. Но они не долго брались на живую. Секарашку на живую. Интересно. А сам откуда? В Пойдем. А с удачу дорога есть? Угу. На любой машине можно проехать, да? Ну, на велосипеде такой жестокой. На маленькой. На Ниве можно проезжать. Угу. В высокую погоду вообще свободно проехать. А туда дальше дорога далеко идет вверх? Вообще? Угу. То есть здесь тупик? То есть дальше места не обрыбаченные по идее, да? Нам на лодке сейчас самый раз там брать. Да. Сейчас там ночной вот эти все речки, которые втекают. Хайдун втекает, где слив. Там уже порыбачили. Вы на долго поехали? На пару ночевок. Ну, что-то погода, видишь, испортилась вроде как бы. Ну, она и должна была испортилась. Покос убирал. Покос убирал. Покос убирал. Покос убирал. Покос убирал. А у нас по прогнозу интернет показал, что будет хорошая погода. Мы и поехали. Нет. Неделю назад показал, что должен быть пять. Я даже покос убирать не стал. А в субботу и воскресенье? Получилось. Ну, только сегодня дождь. У нас во вторник, по-моему, сильно дождь поел. Ну, от такого дождя вода-то не поднимется, наверное, да? Нет. Ну, смотря сколько у них идти будет. Ну, да. Тогда-то поднялась же вода. Ну, вот сейчас вода поднималась. Его же по-любому должно было харю задавануть куда-то или нет? Вот он и даванулся по ямам. Даванулся, да? А это рыбатели на лодке. Мужики там что-то... Ну, там мужики с лодкой стоят, но... На лодке. Да-да. Мы не стали останавливаться даже. Ну, смысл еще. Ну, они вчера тоже только подъехали. Я ниже их зашел на полет. Шесть штук сразу. Прямо подряд всех вытащил. С каждого заброса похаривали. Потом потерялись. Когда мормушки все менять. Кидал, кидал. Одного на мошке бы напоймал. Все. Задевались. Столько всего стояло. Толь ничего. Сейчас прям реально. Только заброс сразу попал. Задергался. Я его не подсек. Второй подергал. Опять. Герсик. До конца. Пусть прошел. На конце дернул. Подсек. Одного все равно. А это... Интересно, блин. Из каждого заброса везут пять штук на мошке. Ну, блин. Я не просмотрел. Так он сейчас под любом... Он уже стоит не в перекате, да? Он стоит уже по таким тягунам, что ли? Везде сейчас стоит. И в перекате может стоять? Вот там же перекат. На выходе. Вон он. Есть. Одной ямой, другой стоит. Походу не чешный, да? Стандарт пофиг. Здесь не взялся. Может, мормушку схватил. Нравится. Проплывет или не проплывет. Нет, ему пофигу. Я уже знаю. Он вообще не парится. А, нет. Небольшой. Ну, они все стандартные. Идет. Есть. Ну, а что? Крупного харюза нету? Он что, по ручьям разошелся или что? Да. Это не спринялся. То есть по мелким рекам, да? Нет. Ну, там где кто-то дом тут находится. Там кедра, знаешь, нет. Не. Я первый раз здесь. Как называется? Кедра там есть. Яна. На ней сейчас рыба стоит. Это примерно последний притор. Там она изменилась. На такую маленькую. А мы понавешали вот таких крокодилов? Думаю, чем крупнее мормушку. Ну, вот. Видишь, какие мормушки. А, боже. Она когда в яму встанет, вот там вот такие и берет. Наверное, когда не берется, их вот эти мелкие подцепляешь. Ну, а сейчас что? Не время ему еще пливать, что ли? Ну, пройдет. Берет же. Если не пливал бы, ничего не поймал бы. Два-три поймал бы. Я человек, чем приехал, двенадцать штук поймал. Ну, вот таких же? Ну, они все. Сейчас стандартные. Ну, да. Пасмурно. Там вот залог на той стороне. Прямо взял мошки сделал. Просто мошки сделал. И на мошки тут семь стилочек поймал. Просто. Вот он сплавился, да. И пливает внизу. И тут мелочи много залоги. Оно вроде так-то сильно не мешается. Ну, спасибо хоть надежду в нас вселил. А то мы кидаем, кидаем. Вообще ни одно. Вот он, смотри. На эту же. На плетенку или на новую? Да, на новую, которую поставил. Тоже новую поставишь. Варушку сразу поймал. Так сказать. Варушку заедину. Варушку поймал. Ну, я тоже замечал такую. Ладно, спасибо. Счастливо. Вот так, ребята, блин. Ловить надо уметь. Там место непонятно. Они все знают. А мы как обычно. Каждая локация новая речка. Каждая поездка новая река. Кого ты там поймаешь? Не приноровиться, не место знаешь. Ничего. Ребят, мы идем. Всю дорогу идет дождь. Летит мухота непонятно. Смотрите, как Димана залепило. Вообще капец. Все лицо в мухах. У меня поди так же. Конечно. Реально, да? Ну, конечно. Все фары залепило, ни хера не видно. Короче, попали мы в какую-то жесть. Во-первых, не клюет. Во-вторых, дождь. В-третьих, холодно. А без очков, я не знаю, вообще нереально было бы ехать. В очках хоть ничего не видно, но хоть мухи глаза не вбивают. Да, с погодой не повезло. Это факт. Те, кто ходят на лодках, знают, как некомфортно двигаться по реке в дождь. Но, как есть, не первый же раз. Да и экипировка у нас специально непромокаемая. Так что потихоньку поднимаемся, периодически протирая очки от налипшей мошки. Ребят, ну вот так поднимаемся, поднимаемся. Здесь начались, ну, огромные галечные косы, что ли. Вот одна за одной, то справа, то слева. К елке или пихты, или ели. В общем, хвойные деревья отступили. Появилось много лиственных низкорослых. Видно, что совсем молодых. В общем, мы уже ищем место для стоянки, но хотим, чтобы оно было выразительным. До намеченной точки мы пока еще не поднялись. Но понимаем, что сейчас ломиться туда уже смысла особого нету. Потому что порыбачить мы сегодня все равно не успеваем. Время уже восьмой час, поэтому нам нужно определяться с местом. Ставить лагерь, заготавливать дровишки и готовить ужин. Мы сегодня весь день на подножном корме, если можно так выразиться. В общем, все очень круто. Плохо, что рыба не клюет, но вы же знаете, что рыба для нас это не главное и даже не второстепенное. Как есть, так и есть. Рыба для нас не главное. Это просто глобальный и сильный повод уехать из города сюда. Мы все ищем место для установки базового лагеря. Пока такового нет. До точки, которую мы отмечали на карте, до которой нужно подняться сегодня, осталось километра два. Дождик закончился, мы решили все-таки до него дойти. Смотри, следы. Чьи это? Копытные? Вот это копыта. При том, что давнишние они, да? По мягкому они еще были. А это похоже на медвежье. Тоже копыта, вот оно видно. Местечко красивое, конечно, здесь. Мне нравится, когда вот так деревья близко. Удалось достать GoPro со стабилизатором и просто поснимать до места, куда мы планировали попасть сегодня. Осталось два километра. Ну и собственно мы стартуем выше. Впервые на Коксе я был в далеком 2013 году. Поднимались от деревни Тюгурюк до деревни Банная. Тогда мы только начинали осваивать на водометных лодках алтайские реки. Но я уже пытался что-то снимать и монтировать. Второй раз в 2015 году мы также стартовали в деревне Тюгурюк. Но уходили в правый приток, реку Красноярка, которую прошли до истока, совершив первопрохождение. Третье посещение Кокса было в 2017 году. Мы опять спустили лодку в Тюгурюке и пошли в одноименный приток, также совершив первопрохождение реки. Именно на Тюгурюке произошел переломный момент, когда я решил поменять двадцать пятку на полтинник. Все поездки были абсолютно неудачны, в плане ловли Хариуса. Посмотрим, как будет в этот раз. Ссылки на упомянутые видео я оставил в описании к этому ролику. Посмотрите, какой я был молодой, стройный и отчаянный. Заодно оцените, как со временем росло качество съемки. Вода просто кристально чистая. Ну рыбы не видно вообще. Ребята, мы наконец-таки добрались. Сливаются две реки Хайдун и Ночная. Вот именно здесь образуется река Кокса. Левый приток реки Катунь. Давно я мечтал попасть в это место, вы даже не поверите сколько. Ну, в ночной воды гораздо больше. Вот мы находимся, вот река Хайдун, вот Ночная. Да, мы в самом месте. 39,67. Это от места старта? Это от места старта, да, с базы. Я запустил трек, но он пишется. Ну, это с учетом того, что мы где-то слом назад, вперед. Ну, мы практически не скатывались назад, на самом деле. Ну да, мы не скатывались там совсем чуть-чуть. Ах, вот ты какой исток реки Кокса. Очень здорово, когда цели, намеченные там несколько лет назад, через какое-то время сбываются. Вот сегодня именно такой день. Я реально по реке Кокса ходил лет шесть назад. И у меня была мечта подняться до самого начала реки. И вот сейчас мы с Дмитрием здесь. Сквозь дождь, непогоду, бесклевие. Мы пришли к месту, до которого хотели дойти. Сейчас ставим базовый лагерь где-то здесь, в месте, которое нам приглянется. А уже завтра, ну, скорее всего пойдем вверх по реке Ночная, потому что она гораздо больше. А может быть и зайдем и в Хайдун. Чуть ниже слияния нашли подходящую для стана площадку. Сейчас быстро ставим шатер и палатки, да начинаем релаксировать. Так, все, мы шатер быстренько поставили. Переносим сейчас туда вещи, потому что снова начинается дождик. Дима растягивает шатер, я, соответственно, ношу туда. Мы, наверное, в нем будем сегодня и жить, и спать. Здесь места полно. Доброе утро, друзья! Вот и новый день на реке Коксу. Встали рано утром, погодка замечательная, немного еще остался туманчик. Я надеюсь, что нас ожидает прекраснейший день с интересной рыбалкой, с хорошим времяпрепровождением. Вчера вечером, соответственно, как вы видели, приехали, уже темнело. Быстренько поставили шатер, поставили палатки, приготовили ужин, поужинали и легли спать. Потому что предыдущую ночь мы ехали на машине и, по сути, не спали. Ну а сегодня будем снимать, будем отдыхать, будем радоваться жизни. Посмотрим, что из этого всего получится. Залоб успешной горной рыбалки – это не только снасти и умения. Это еще экипировка. Для того, чтобы бродить по каменистой горной реке, необходимы вейдерсы. Естественно, мембранные. Поскольку ходить приходится много, потеешь. Чтобы быть сухим, нужна мембрана. Она отводит всю лишнюю влагу от тела. Под вейдерсы одевается термобелье. Второе из важного – это забродные ботинки. Обязательно на войлочной основе. Потому что камни скользкие. И в обычных сапогах ходить по ним очень тяжело или опасно, скользко просто. Поэтому войлочная основа в этой ситуации необходимый элемент. Вчера вечером поставил палочку. Вода поднялась за ночь. Сантиметра на три. Запуск мотора после ночевки. Подкачиваем бензин. Это неприемлемый атрибут. Подсос и заводим. Вот и все. Мы на воде. А в солнечную погоду вода вообще прозрачная. Вот оно слияние. Ночная страва и Хайдун слева. Мы заходим в Хайдун. Река относительно небольшая. В нижнем течении вся в протоках. С наваленными на воду кустами. Исток расположен у самой границы с республикой Казахстан. На водораздельном хребте Халзун. Где-то здесь проходит так и недостроенная дорога на город Лениногорск. Ныне Ридер. Которая проезжабельна только на внедорожниках. Когда-то тут даже имелся официальный пункт пропуска через границу. Жители Республики Казахстан и России могли свободно ездить друг другу в гости. Но потом его закрыли. А сейчас, чтобы с Усть-Кокса добраться, к примеру, до Ридера, нужно преодолеть 1200 километров. Вместо 180 в былые времена. Да, берег истоптан. Не знаю, кем сейчас глянем. Медвежи, маленький медвежонок. Хотя они не похожи, если честно. Непонятно, чьи следы. Пытаюсь поймать забродку. Потому что с берега вообще ничего не получается. Вот стою, мучу. Минут пять. Пока тишина. Не стал выше ямки. В яме по-любому рыба должна быть. Муть-то хорошая идет. Не намека на поклевку. Вода холодная и очень прозрачная. Но рыбы нет. За все время даже всплеска не увидели. Как такое может быть ни одной поклевки? В такой яме все просматривается. Глубенище. И на входе, и на выходе, и сбоку, и везде. Скор shuttle метр. И я купил электрszyst examined эксперименты и труб expeditionsinstан начальники. Еще самое перебородка. Н Han canon. Вся братии детский аэтипот. Здесь будем пробовать Здесь интересное место Такая ямка и течение несет А Хариуса нет Почему-то Нету Хариуса В чем дело У меня выше поплавка привязана мушка У нее ни один не сплавился Вчера мужика плетеночка работала Плетеночка В очередной раз меняю мушки Перепробовал множество разных Но пока не удалось подобрать Ту, которая спровоцирует Хариуса на поклевку В голову начинают лезть мысли Наверное, рыба уже все-таки скатилась ниже Но не может же быть, что она просто не берет Похоже, не видать нам сегодня ни ухи, ни копченого Хариуса Твоя спрятая здесь точно не пойдет Не пойдет? Так она пятиметровая, ты всю речку перекинешь Ну конечно Этот куст сейчас перепилим Так, дошли до места Которое нужно пропиливать Сейчас постараемся это быстро сделать Ну все, через пропил выше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин А мы все поднимаемся, поднимаемся До реки Коксочка осталось километра полтора По прямой один километр даже Ушли до 10 Да, 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 да Вот, вот этот первый путь с утра Мы зашли вот сюда и встали Все А, это с утра было, да? Да, это с утра Потом мы спустились Зашли во второй рукав И по нему пошли вверх, вверх, вверх Там нашли трубку Ладно, пробуем Еще в одном месте Поймать Харюска Ребят, ну сейчас Если здесь мы ничего не поймаем То тогда я вообще не знаю Где рыбачить Нигде ничего не клюет Ну здесь-то красивое место Скала Глубоко достаточно течения Должна рыба держаться? Должна Может, она просто не берет наши приманки? Ребят, только что был сход Прям не поклевка, а сход Я его тащил Но он, падла, убежал Мармышки маленькие Крючки маленькие Поэтому, блин, сложно Вот где-то вот здесь взялся Только подальше на течении Крючки маленькие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, пропилили, поехали Корректор А.Кулакова 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 Жопу отталкивай, жопу, только жопу а не нос, Дима. О, в березовой роще сели, уже что-то проехали, брода проехали. Да ладно, ну-ка. Вот они, брода, вот здесь вот, вот они, вот она, дорога подходит, вот, и мы дальше уже ушли. И у меня здесь карта уже не прогруженная осталась. Ё-моё. Сколько это границ с Казахстаном осталось, сейчас посмотрим. Вот она граница. Нет, было же ближе. А, вот она, вот она, вот она граница. 12 км. В общем, как будем спускаться, снимать не буду, потому что одной рукой рулишь, другой снимаешь, надо пригибаться, ветки. Есть опасные места в плане того, что бобры наточили ветки, налететь на которые, ну, никак там нельзя. Поэтому потихоньку будем спускаться, а и все. В общем, поднялись по Хайдуну километров на 15. Выше не пошли. Нужно было пилить очередной навал. Спустились до левого притока, реки Коксочка. И поднялись с рыбалкой по ней на 5 километров. В Коксочке воды еще меньше. Она такая же петляющая и вся в навалах растительности на воду. Уже к вечеру, не поймав ни одного хариуса, возвращаемся на стан. Рыбы нет, но на такой случай есть макароны, тушенка и лапша быстрого приготовления. Так что голодными не останемся. Вот так. В поисках рыбы и постоянных разборах завалов прошел еще один замечательный день на Алтае. Ну что, Дима, с первопрохождением реки, как она называется, Хайдун и Коксушка. Завтра надо с утра в жопу не мять, встать часов 8 и день полдевят, ну быстро поесть и ломануться по ночной. Потому что ее тоже надо завтра пройти, там, до обеда где-то, ну, докуда сможем. Мне нравится такой план, ну посмотрим, как погода, как все остальное. Вот так и прошел сегодняшний день в разбоях, в пилении завалов. К сожалению, ничего не поймали, ну и бог с ним, время провели хорошо. Дима сейчас пошел покидать сплетню, вечером Хариус может взяться на сплетню, а я остался здесь, в шатре. Сижу, релаксирую. Сегодня в одном месте залетели под навал деревьев, уворачивались, уворачивались от веток, в итоге у меня сорвало кепку, подлодку затащило течением и она где-то под водой зацепилась. В общем, кепка Outboard Jets, которая пришла мне с Америки вместе с насадкой, безвозмездно утеряна в реках реки Коксочка. Видимо, это дань водным богам. Ну что ж, друзья, третий день нашего путешествия. Сегодня у нас в планах подъем по реке Ночная. Также будем останавливаться, будем пробовать поймать Хариуса. Вчера, как вы поняли, ни одного мы не поймали. Как бы не печально это звучало, но факт остается фактом. Мы уже позавтракали, уже оделись и буквально через пять минут выходим. Ну все, мы на воде. Осуществляем намеченное. Вперед, как говорится, мечте навстречу. Воды в реке много. Но, как мы выяснили вчера, в 500 метрах выше слияния, в ночную впадает полноводная протока реки Хайдун, по которой мы в итоге и заходили в него. А нижняя протока оказалась полностью заваленной. На самом деле, в ночной воды меньше, чем в Хайдуне. Яма тут хорошая. Тут даже не дна. Хотя нет, дно везде идет. Так, очередное препятствие. Будем пилить, говорю, очередное препятствие. Ночная нас также порадовала. В кавычках. Большим количеством завалов, на разбор которых уходит много времени. А ведь сегодня нам нужно возвращаться до машины. Нос выставляешь, полный газ. И вот сюда, по диагонали, я тут расчистил, камни убрал. Мне думают, заскочишь нормально. Вон там лучше поднимись, там побольше воды. Вон там? Держи. Давай. Отлично. Характер реки абсолютно такой же, как у Хайдуна и у Коксочки. Длина всего 38 километров. Исток берет на Коксуйском хребте и хребте ночной белок. Здесь же находится исток самой красивой реки Алтайского края. Кумир. О которой будет мое следующее видео на канале. Так что подписывайтесь, кто до сих пор не подписан. Дабы не пропустить много новых и интересных путешествий о горной рыбалке на реках Сибири. А че, яма реально хорошая. Без коряк. Вот здесь так? Ну. Такой сливчик. Вот здесь стопудово Хариус стоит. Вот тысячу процентов. Проверим может быть. Я думаю мы сейчас поймаем. Ничего мы в этой яме не поймали. Немного расскажу о своем водометном комплекте. Ведь те, кто недавно смотрят мои выпуски, периодически спрашивают. А что у тебя за лодка? Что за мотор? А что лучше взять мне? Так как насмотревшись твоих роликов тоже хочу стать водометчиком. Универсального совета нет. Все зависит от условий эксплуатации, характера рек, нужной грузоподъемности и тому подобное. Могу лишь сказать, что это мой пятый водометный комплект, на котором я хожу уже года три. Изначально у меня был Solar 420, еще без туннеля. Купи с двигателем Mercury 25 Jet. Его я взял в 2011 году. В то время это было очень круто и являлось вершиной надувного водометного флота. Потом поменял лодку на такой же Solar 420, но уже с туннелем. Через год взял новый 420 Solar, но модернизированный, с интерцепторами. Двигатель остался тот же – Mercury 25 Jet. В 2017 году после поездки на реку Тюгурюк, о которой я уже рассказывал, задумался о приобретении более мощного комплекта. В итоге в 2018 году продал Solar 420 и взял Solar 470 с новым двигателем Tahatsu 50, на которой установил американскую водометную насадку Outboard Jets. Но однажды прокатившись на выдре, решил перейти на нее. Взял выдру 480, а двигатель оставил тот же – Tahatsu 50. По сей день хожу на этом комплекте. Ох, как красиво! Люблю вот так это скалы, вода, каньон целый. Будем пробовать. Ну что ж, идем выше. Теперь о плюсах данного комплекта. Во-первых, широкий вместительный кокпит. Во-вторых, толстое дно низкого давления, которое не ломает. В-третьих, грузоподъемность. И, наконец, в-четвертых, мелкоходность. Из минусов – управляемость. Она хуже, так как лодка плоскодонная и практически не имеет киля. По этой же причине присутствуют прохваты. Скорость. Выдра 480 – не самая быстроходная лодка. И, наверное, самая значительная для меня. Этот комплект нельзя назвать штурмовым. И он не совсем подходит для прохождения порогов. Так как его плюсы являются его же минусами. Ширина, управляемость и плоское дно не позволяют или осложняют штурм серьезных порогов. Естественно, сравниваю я Выдру 480 с Solar 470, на котором отходил сезон. Теперь на основании информации, которой я поделился, Вы сами примите решение, какой комплект подходит именно Вам. Пойдем посмотрим, что здесь. Ну, тут что, пилить надо, блин. Там тоже что-то непонятное. Не перейти, блин. Ну, мы мало поднялись. Да, мало. Что там видно? То же самое все. Ну да, вот это место и тут вот то же самое все идет, идет вверх. Вот брод здесь. Вот они, дороги. Это, которая идет от ночной, вот здесь. Ой, в смысле от хайдуна. Она вот так идет. Сколько мы поднялись от лагеря примерно? Да я точно тебе скажу сколько нам. 6,65 на пареньке. Ну, 6 километров 150 метров. Ветер поднялся. Конкретно прям. Можно пропилить, но неохота. В общем, все. Дальше по ночной мы не идем. Здесь завал, там три бревна пилить надо. Ну и выше мы по карте посмотрели, она вся виляет, виляет. Ну и, собственно, нам сегодня нужно спуститься до машины и уехать по домам. Время поджимает. Поэтому сейчас будем скатываться и в перспективных местах пытаться ловить хариуса. Спустились мы с реки ночная. Благополучно прошли все завалы, мели, не как вчера. Поэтому пришли в лагерь даже чуть-чуть пораньше, потому что все прошло гладко. Сейчас буквально минут 30-40 час отдыхаем, релаксируем. Потом собираемся потихоньку и скатываемся по Коксе вниз до места парковки наших машин. Километров 40 нам отсюда спускаться. По Коксе проблем, я думаю, вообще никаких возникнуть не должно, потому что река достаточно простая. Вся лодка в ветках, в палочках, потому что, когда под навалами проходишь, все сыпется в лодку. Ну все, ребят, ну упаковались, идем до машины. Вот такое получилось закрытие летнего сезона и открытие осеннего, поскольку сегодня 1 сентября, первый день осени. Все, с Богом, домой! Такой безрыбной получилась четвертая поездка на реку Кокса. Собственно, как и три предыдущие. Но это не страшно. Рыбалка – это повод вырваться из суеты городов. Рыбалка – это повод открывать для себя и для вас новые реки, проходить новые, никем не хоженные маршруты. В общем, рыбалка – повод. Водометная лодка – средства. Жажда приключений, исполнение мечт и желаний – истинная цель наших путешествий. Как гласит известная пословица, дни, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут. Примем это за аксиому, поэтому жить будем долго и счастливо, отдавая все свободное время любимому хобби – горной рыбалке. Все, мы прибыли к месту старта. Ура! Мы на месте. Вот столько дров мы с собой привезли сверховьев реки. Сейчас ополоснем по-быстрому и все. Мы выдвигаемся в сторону дома. Река Кокса нам понравилась. Вот когда мы уже подходили к базе, и здесь на базе местные сказали, что Хариус уже весь внизу. Хариус уже скатился сверхов. И если идти на Коксу в целях рыбалки, то идти нужно немного раньше. Может быть, в июле, может быть, хотя бы в начале августа. Но никак не в начале сентября. Потому что за три дня рыбалки одна поклевка со сходом. И больше ничего. Вот 9 лет по Алтайским рекам я хожу на водометной лодке. Но до реки Кокса в ее верхах добрался в первой. Поэтому, если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями в соцсетях. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока! Моралы дикие, но в моральнике. Вот так сегодня встретишь в дикой природе. Тут, ребята, что за клондайк? Это что за птицы? Огромные какие-то. Журавли, наверное. Их, смотри, сколько много. Не боятся, ходят. Короче, толпа их там, смотри, сколько. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!